Мы живем такой же обычной жизнью, как и все. Работаем. Работа наша это спорт просто. У нас есть ребенок. Не знаю, я с детства так привык, что мне проще самому собираться, чтобы меня никто не трогал. Максимум это присутствие тренера. В преддверии боя, когда тебе нужно выходить, минут за 15 мы с тренером заходим в комнату или выединяемся в какой-то уголок, какие-то нюансы, обсуждаем, еще какие-то напыстные слова и все. Бой готов. Никто никогда не узнает, кто на самом деле лучший в России. Мы можем преподносить какие-то свои новшества и битва между промоушенами, это на самом деле был бы большой шаг в мире ММА. Я понимаю, что это может быть предстоит в будущем, но негатива никакого никогда не испытывал никому. Нет, мне проще быть таким, какой я есть. Не могу по-спортивному даже разлиться. Трезво смотрю на ситуацию. Некоторые начинают себя загонять в какие-то рамки, и им, ну, если это искусственно, то им тяжело потом себя показать полностью в своем бою. Мне проще смотреть на мир своими глазами, да, там, заставлять себя входить в какую-то агрессивную позицию, да, и... Я могу биться, в принципе, из спортивной злости. Трезвым умом я знаю, что все может получиться. Хочешь, не хочешь, все равно каждый спортсмен визуализирует, наверное, своих основных соперников. Всегда визуализирует, там, как он будет проводить схватку. Перед самим боем, в преддверии боя тоже. Это... она волнительная ситуация, но заставляет тебя все равно визуализировать. Отчасти это даже как-то, наверное, тем самым ты и подгораешь. У меня появляются такие мысли, но я стараюсь, на самом деле, от них абстрагироваться, потому что ты уже ничего не придумаешь, кроме того, что ты отрабатывал на своих тренировках. И именно на бой я стараюсь выходить не то, чтобы с каким-то определенным планом, а стараюсь подходить с пустой головой, чтобы мои рефлексы, они сами за себя все делали. Бывает, и побеждаешь, и недоволен боем. Но от этого только хорошо, значит, есть к чему стремиться, значит, есть на чем работать. Тебе показывают на какие-то твои ошибки, ты приходишь, работаешь над ним. Это тебя немножко взбадривает, наверное, мотивирует тебя на какие-то другие поступки, на то, чтобы ты поменял свой рацион или поменял свои тренировки, поменял свои отношения к тренировкам. Не знаю, там, отношения к жизни или еще к чему-то. Это только тебе показывает какие-то твои жизненные ошибки. Вот как ты выходишь на схватку, конечно, эмоции разные. Что у тебя главный бой вечера в клетке, да, там, либо у тебя любительский старт, какие-то предварительные схватки или финал. Ну, на самом деле, эмоции немножко разные, а не их не сравнить. В боях все-таки психологически сложнее настраиваться. Нет, давление в любом случае, оно всегда есть. И оно приблизительно всегда одинаковое. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, ты не можешь сказать, насколько большая разница. Потому что иногда ты побеждаешь, иногда ты проигрываешь, иногда ты недоволен своим результатом. Ты можешь говорить все, что угодно про свое волнение, но, в принципе, ты всегда находишься в одной и той же ситуации. Ты пытаешься себя как-то настроить на бой, привести себя в то оптимальное боевое состояние, в котором ты можешь показать все то, что ты отрабатывал, к чему ты готовился. Благодаря тому, что я выступаю 3-4 года профессионально в боях, я понял, что мне психологически гораздо легче настраиваться. Ты чувствуешь, где ты можешь переигрывать своего соперника. И любительские старты тебе дают это ощущение. Кем я буду через 20-25 лет, я не могу это сказать. Мышление. Каждый год, каждый месяц, наверное, меняется. Много всего в голове. И всегда говорю, что мне не нравится быть, к примеру, тренером, и тренерской единиц мне нравится. Ну, мне не хочется этим заниматься. Может быть, лет через 10-15 я скажу, что наоборот, я захочу стать тренером. Буду заниматься спортом и добиваться самых высоких вершин в этом виде спорта.